друзья до начала видео прошу вас всех подписаться на наш инстаграм потому что в инстаграме мы делаем очень много всяких интересных постов каждый день и много информации которые вы не увидите в наш на нашем youtube канале ну а сейчас смотрим видео про лесной кемпинг инжи кума всем привет дорогие друзья привет и с жаркой алане сегодня суббота и мы находимся в инжи куме лесном парке по на парке для кемпинга инжи куме мы приехали на пикник что у нас за пикник расскажу покажу вам чуть позже а сейчас давайте прогуляемся по территории этого парка и посмотрим как здесь все устроено айкан спрашивает забанит ли youtube наше видео из-за звука вот этих вот цикад ну если копирайт на музыки перла они же тоже музыку в общем цикады шумят а мы идем гулять по парку вот там вот находится вход в этот парк въезд в этот парк и конечно же место на карте я вам покажу оставлю в описании вход в этот парк если вы заходите пешком стоит 8 лир на велосипеде по моему 13 ну и вес на машине от 50 лет ссылку в описании на сайт этого парка я вам оставлю и сразу на въезде мы видим вот здесь вот располагаются палатки место для палатки стоит от 50 лир до 80 и вы можете приехать со своей палаткой или взять здесь палатку напрокат также можно заехать на машине или на караване в общем все это мы сейчас узнаем айкан сказал что здесь есть рецепт по всей длине этого кемпинга расположились вот такие вот душевые кабины туалета мы вам покажем их чуть позже а сейчас мы идем в сторону где находится непосредственно сами находится сам кемпинг с домами на колесах в общем посмотрим тоже как все обусловно что здесь есть здесь есть даже пейнтбол здесь есть магазин здесь есть бусет зона для пикников в той стороне зона для палаток в этой стороне здесь также есть ресепшен и мы сейчас на ресепшене выяснили что если вы приезжаете со своей палаткой то место для палатки стоит 53 лиры а если вы берете здесь палатку в аренду то место стоит ну на один день на одну ночь стоит 80 лет сейчас мы с вами идем если у вас есть также свой караван караван можно арендовать место для каравана за 67 то ли ну порядка 70 лет если в этой стороне у нас расположены палатки и здесь есть души туалеты умывальники и так далее сейчас вот в один такой туалет мы с вами зайдем я покажу вам как там все устроено а в этой стороне уже расположены караваны давайте сейчас там кто-то сейчас умывается ну после того как человек умоется мы сходим с вами вот домик вот такие вот домики где есть душ туалет и умывальники здесь рядом расположен отель поэтому слышно анимация ну и конечно же друзья разжигать огонь здесь нельзя если вы хотите сделать пикник то противоположной стороне есть места для пикников туда мы еще сходим здесь очень красивый парк порядка 200 гектаров занимает площадь этого парка и здесь уже расположены непосредственно места для караванов и для кемпинга ну и конечно же палатки которые можно взять в аренду уже здесь если у вас нет своей палатки море расположено совсем рядом вот буквально в конце вот этой вот в конце вот этой вот аллеи уже расположено и море здесь есть электричество также в аренду можно взять холодильник чтобы ваши продукты они испортились если вы приезжаете на долгое время в общем все можно либо арендовать либо приехать со своим и заплатить только за место стоянки сейчас на улице ну наверное порядка 35 градусов точно а здесь вот под такими шикарными хвойными деревьями совсем совсем не жарко многие приезжают сюда конечно из дальних регионов турции для того чтобы отдохнуть на природе ну и конечно же искупаться море тем более что здесь рядом расположен один из самых шикарных аронических пляжей пляж инжикум вот так же видите здесь расположен еще один туалет и место для душа и для для умывания очень много разных палаток и место это всегда такое оживленное вот тоже видите домик где есть туалет и умывальники думаю что мы сейчас туда сможем с вами зайти и посмотреть как там все устроено потому что на сайте написано что эти домики в этом году обновили в общем их заново покрасили и обновили нагреть я зашла в туалет и там все очень красиво прилично есть туалетная бумага и даже есть мыло чтобы мыть руки поэтому все хорошо здесь облагорожено и обустроено и теперь мы подошли к морю ну буквально пройдя пять минут от любого места этого кемпинга буквально пройдя пять минут мы попадаем мы попадаем на берег на берег моря очень конечно здесь это классный свежий воздух слышите как шумят шумят цикады здесь есть вот такой вот своеобразный амфитеатр с древними стенами ну насколько они древние конечно вы сами понимаете им лет не знаю может быть пятьдесят семьдесят и как я уже сказала можно совершенно свободно спуститься к морю здесь пляж как написано в путеводителе он тянется на два с половиной километра и возможно сегодня мы тоже будем купаться мы с собой все взяли но сначала наш пикник потому что на свежем воздухе всегда очень хочется кушать разыгрывается аппетит кстати в этот раз здесь народу больше чем в прошлом году песчаный пляж с мелкими камнями и после нашего пикника мы уже спустимся к морю и посмотрим насколько она здесь чистое а сейчас мы отправляемся дальше сторону где непосредственно расположен пикник место для пикника и где можно взять также на прокат мангал вот здесь люди приезжают со своими караванами и останавливаются прям прям на берегу моря смотрите вот ваша машина прям напротив моря каждый день можно гулять отдыхать и выйдя из такого импровизированного дома на колесах прям искупаться в море здесь есть спортивная площадка насколько я вижу такие вот тренажеры и далее опять наверху расположены расположены палатки и выходя из зоны палаток мы попадаем в зону где можно жарить шашлыки здесь есть магазин сейчас я вам покажу нашу компанию и наш шашлык точнее у нас огромный мангал там здесь есть магазин можно купить воду мороженое ну в общем такие элементарные вещи так что здесь также да подают чай можно купить наверное шампунь какие-то вот сламцы хлеб воду конечно же и вот здесь готовят наш кебаб в скором времени мы тоже будем кушать здесь у нас много разных салатов помидоры здравствуйте здравствуйте а конечно же есть рис и курица и кепты котлетки я буду курицу друзья сегодня у нас пикник от ассоциации журналистов Алани вы знаете что мы состоим также в ассоциации журналистов и 25 июля в Турции празднуется день журналистов но поскольку это был рабочий день то перенесли на 27 июля на сегодня да в Турции ну точнее в Алании журналисты отдыхают выходной у них в субботу поэтому какой стол нам накрыли вы уже видели сейчас покажу нашего повара вот здесь вот готовят кефты я еще не пробовала но Айхан уже уплетают значит очень вкусные кефты шикарные на природе и также наш повар повар куда-то убежал но а повар стоит сзади и также помимо делают кебаб вот такой вот делают кебаб показать вам поближе чтобы у вас прям слюнки потекли вот такой вот у нас шикарный шикарный кебаб сегодня ребята готовят жарят а мы сейчас идем к нашему столу и покажу вам тарелку нашу и спросим у Айхана вкусно ли вкусно ли вкусно ли Айхан Айхан кефты насы у Гизельмы? как нам надо так так Айхан пробует кефты вкусно? в общем я тоже взяла себе салат кефты курицу и будем кушать всем кто сейчас кушает приятного аппетита ну что дорогие друзья мы покушали довольные и счастливые идем сейчас с вами гулять непосредственно по территории пикника вот такие вот столики здесь установлены и любой желающий может прийти привести с собой еду напитки и отдыхать вот за такими столиками конечно же вы можете привести свой мангал или взять мангал в аренду здесь мангалы также дают в аренду я не помню сколько они стоят по моему 40 лет стоит мангал и вы можете приехать на целый день отдыхать жарить шашлык играть в различные игры и купаться в море сейчас мы с вами спустимся на пляж покажу вам пляж пляж у нас расположен вот здесь и сейчас мы с вами дойдем до самой воды и посмотрим здесь конечно же есть душ лежаки можно привести с собой полотенца свои зонтики и искупаться у моря ой друзья как хочется окунуться здесь просто такой полупесчаный полукаменный поэтому берите с собой удобную обувь и вода сегодня чистая что что следует это какое то что так и по Ай-хан, как дела? Спасибо, нормально. Нормально? Очень жарко. Жарко? Да, очень жарко. И мы идем с Ай-ханом гулять дальше. Здесь есть также души. И, конечно же, здесь есть общественный туалет. Ну, а мы идем сейчас гулять в ту сторону пикника, где я сама еще не была в прошлый раз. Пройдемся в ту сторону. И вы видите, пляж тянется вот прям-прям до туда. Сейчас мы с вами идем чуть дальше. Здесь поменьше народу. И есть другая часть пляжа. Кстати, давайте с вами до туда сейчас подойдем. Потому что на том пляже, где много народу, мне купаться не очень хотелось. А вот на этом пляже я бы с удовольствием перед отъездом домой я бы с удовольствием вот здесь бы искупалась. Сейчас посмотрим, здесь песок. Какой здесь вход в море. Да, здесь очень классный вход в море. И вот на этом пляже, друзья, я бы с удовольствием искупалась. Вот он весь пляж лесного кемпинга в Инжи Куме. И видите, здесь совсем нет волн. Поэтому, если вы хотите также пляж без волн, имейте в виду и вот этот пляж. В этой стороне, как я вижу, тоже есть пляж. В этой стороне мы еще не были. Поэтому давайте сейчас... Здесь, видимо, расположим какой-то отель. И в этой стороне тоже есть пляж. Скорее всего, отельный пляж, потому что я вижу там буйки. Ну, в Инжи Куме, вы знаете, одни из лучших пляжей в Аланье. И здесь, да, здесь начинаются уже отели. Зона пикников заканчивается. Принадлежащая мэрии. И здесь начинаются пляжи. Давайте с вами спустимся чуть ближе тоже к пляжу с этой стороны. И, как вы видите, отсюда тоже открывается вид на многочисленные отели. И вот здесь можно спуститься на пляж. Здесь тоже никого нет. Дорогие друзья, совсем недавно кто-то написал, что пение цикад – это настоящая музыка для ушей. Что это такое наслаждение. Поэтому, когда я слышу цикад, я постоянно вспоминаю этот комментарий на Утиды. Поэтому, специально для того, кто написал этот потрясающий комментарий, слушаем цикад. Самым настоящим лесу, хвойным лесу Аланьи. А вот так вот пляж Инджикума выглядит с противоположной стороны. Народ купается в той стороне. В той стороне располагаются пикники. И мы прошли вот, где мы спустились вот там, и прошли по пляжу. Айхан там фоткает. Ну, а здесь сидят рыбаки. Ловят рыбу. Купаться здесь, конечно, невозможно, но очень-очень здесь красиво. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно приезжайте в лесной парк Кемпинг Инджикума. Купайтесь, отдыхайте, сезжайте в сашлыки. Все контакты в описании. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш Инстаграм. В Инстаграме мы публикуем все самое интересное, что вы не увидите на нашем Ютьюб-канале. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм. И приезжайте в Турцию, в Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока.